всем добрый день дорогие друзья уважаемые трайдер жарим инвесторы все зрители youtube канала компания маркетс на связь миха ричард рубрика траты микрофон и как всегда у нас разбор сделки анализ рынка на следующую неделю с 20 до 24 июля 2020 года уже середина лета даже задумался какой-то месяц мир просто бурлит за эти полгода произошло столько событий что аж не верится уже живем сегодня пришел одну мемчики живем в исторических событиях что будет второй половине пока еще под вопросом но в принципе ожидается что именно вторая половина года будет более растущей и пойдет восстановление от всего того трэша который произошел в первой половине 2020 года да давайте по порядку разберемся сначала разбираем макроэкономику то ситуация которая на данный момент происходит на рынках сша в частности первое второй момент забираем фондовый рынок далее разбираем сделки которые у меня были и и принципе на этом нас на сегодня все отвечаю на ваши вопросы если они у вас есть в комментарии тоже пишите свои вопросы в комментариях обязательно ставьте лайки этого видео делитесь им друзьями это сразу сразу делаем вот ну и поехали первый что у нас на момент происходит в мире ситуация с коронавируса начинает уже постепенно выходить в лучшую сторону все боялись второй волны коронавируса но она успешно за успешно проходит потом появилась бубонная чума у нас еще какая-то пандемия сейчас любая новость про любую болезнь сразу будет освещаться очень очень большими буквами потому что это сейчас каковая тема и все сми по это будут писать вот но на самом-то деле на рынках у вернее даже на рынках а у участников рынка освободились деньги есть свободный кешь этот кеш он успешно куда-то тратится а куда он тратится во первых если раньше большинство людей там тратились там на отдыхе на путешествия на одежду на разного рода приспособления и услуги к этому же отдыху вот то на данный момент деньги освободились деньги на это уже тратить не надо и куда и надо вложить давайте логично вы думаете свободные день я их не потрачу на отдых машины покупать не буду себя ну может ами одну куплю значит не надо где-то вложиться чтобы нашел то заработать а на чем можно заработать правильно заработать можно и вложение на в фондовый рынок покупая компанию а какие компании будут покупать те которые на слуху особо все технологические компании в частности фан или фанги в зависимости от того что или майкл входит в данные сокращения то есть такой фан facebook amazon apple google netflix microsoft вот соответственно эти компании максимально быстрыми темпами росли и они же и разогнали тоже индекс надо то есть по факту сейчас на рынке работает спекулятивные деньги да мы находимся цикле начала роста уже идет постепенное восстановление экономики сейчас я покажу на этой неделе вышли данные по инфляции в сша то есть мы видим что 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 инфляция плечи 0 6 процентов то есть бабла падала уже постепенно растет за прошлый месяц и ближайшее время думаю что она постепенно пойдет на восстановление все таки денег в экономике много даже дошло до того что легкенности настолько много что центральный банк в частности фрс если могли просто это уже даже перестал новые деньги печатать видите уже идет изъятие даже денег с экономики фактически с так много уже не надо вот поэтому ближайшее время я думаю что и вот эти быстрые темпы роста акции не тоже постепенно замедлится я не думаю что будет слишком сильное падение но в то же время не будет уже такого баснословного быстрого роста который был до этого так это первый такой важный момент то есть по факту экономика идет на восстановление да есть протесты в сша да еще коронавирус до конца не пропал да еще есть определенный негатив но в то же время экономика перестроилась больше большинство ушло в облако облачные те же не тфк тот же sky находится сейчас у меня прогрузится только если бы он еще быстро нагрузился было бы вообще просто в мега круто и мега шикарно вот так ну что ж такое не очень сильно нормально работать все поеду все должно пойти отлично платино на такие что они тоже круто провалились последнее время на семь восемь там даже моменте было процентами но не видим чтобы вы ближайшее время очень круто выросли видим что они тоже круто провалились последнее время на семь восемь то даже моменте было процентов вот то есть по факту что приза все покупают облачные компании все покупают фанги они сюда входят это же это фону не ходят как основные топ-10 компании это расстроен за счет этого идет быстрый разгон люди покупают акции не основываясь на какие-то фундаментальные показателях а просто по наитию и потому что это сказали аналитики и по факту мы видим рост но любой негатив приведет тому что деньги детской начнут забирать деньги начнут продавать и в конечном итоге это все подцепиться вниз вот собственно то что и произошло падение не будет слишком сильно быстрым потому что в принципе не она и не должно быть настолько сильно быстро сейчас работает стратегия так называемый байды дип выкупай просадки и любой любой провал надо выкупать и любой провал из финансового тоже будут выкупать это первыми следующий важный момент сейчас идет сезон и черности в сша она рано в этом месяце отчитали в этой неделе за эту неделю читали в основном банке и большинство банков отчиталось негативно показали падение чистой прибыли в сфарга вообще срезал дивиденды и показал отрицательную чистую прибыль это на самом деле очень очень и очень плохая новость потому что банки уже не зарабатывают соответственно не придется придумывать это разные другие способы и варианты заработка и сюда уже может отнестись первое это то что банки начнут создавать свои проб офисы и торговать на собственные деньги это дополнительно увеличить риски банка второй момент это то что начинают начнут предлагать любые другие системы и 2 синга и этого же роба и 2 зинга и соответственно за тоже развивать эту эту тематику и дополнительно на этом зарабатывать на самом-то деле вот по поводу роба льва них и здесь проблем никаких нет потому что это нормальная система по финансовому консультированию но если банки начнут торговать на свои собственные деньги в частности это относится больше всего гол масса свою муран стэнли то в таком случае мы можем увидеть во первых хорошие заработки в этих компаниях добры до времени но это дополнительно увеличивает тот же риск который был в 2008 году когда банки торговали с дисками и перепродавали там кредиты на кредиты на кредит и создавали вот такого рода пирамиду вот если это этого не будет если банки не разойдутся аж настолько то в таком случае все будет хорошо и будут в частности голлман и морган они будут давать хорошие доходности буду хорошо расти их акции так поэтому следим тоже за сезоном отчетности но пока он не особо хорошие из тех компаний которые читались это говорю это основном банки показали падение чистой прибыли даже под некоторые банки показали падение выручки дальше ждем собственно отчетов а дальше читались индустриальная компания в следующей неделе ждем отчетов те же консюмерсов то есть потребительских компаний занимаются под продажей потребительских товаров и вот в конце у нас будут самые топовые отчитываться это технологические компании поэтому ждем собственно весь этот сезон следующей неделе будет максимально интересно и я у себя телеграм-канале это все освещаю каждую очередь компании с основных крупных поэтому смотрите наблюдайте и инвестируйте это чтобы на этом всем тоже заработать теперь что касается валюты на данный момент валютной матрицы были следующим образом доллар постепенно сливают я думаю что сейчас будет больше флэк потому что будут очень большая неопределенность сезоном отчетности и в итоге если риски увеличатся деньги обратно начнут заходить его штаты на счет и соответственно доллар начнет укрепляться вот если же этого не будет то доллар начнет падать ну по крайней мере ближайшее время я думаю что мы будем находиться в широком флэте как минимум до февраля хотел сказать до августа месяца так то есть это то что касается данного это следующий из главных новостей на следующую неделю это данные по инфляции в канаде и в японии вот но и ну и ну и что касается нашего с вами счета еще нам пару долларов осталось для того чтобы его удвоить на счету 9800 долларов и 5 9 с половиной буквально 200 долларов осталось чтобы по балансу уже выйти плюс но пока не нечего закрывать пока все находится в таком небольшом минусе так что у нас по евро доллару тенденция пошла наверх конечно досрочно закрыли но если бы успели высидеть то закрыли бы даже по треку на данный момент по евро доллару я бы вообще никуда не заходил хотя тенденция больше вверх по фунту идеально на самом максимуме я надеюсь что вы тоже успели выйти пока по фунту ждем сейчас будет флэк больше с тенденцией наверх дальше доллар франк тенденция больше вверх чем лица тоже были хорошие сигналы но тут тоже пока не заходили так как нет особого этого нет нет настолько хорошего сигнала сильного движения вверх нет нет запаса охота так доллар не доллар иена вот увидели повышенный матрицы был больше рассматривается в продажу и принципе я думаю что он будет еще снижаться у нас есть сделка покупка 2 пока я ее оставляю и не буду доливаться если если вдруг она будет падать если нет тогда заберем при росте дальше нзд иена пока вы хотите ничего не делаем нзд и везде он уже продажи и принципе я пока ожидаю что он вызвать и долл будет больше продавать чем покупать поэтому пока сидим в этой сделке ждем ты как минимум данных уровнях дальше доллар канадец пока сидим сделки тенденция конечно не особо хорошие больше в нижнем вверх но пока ждем а у 2 ждем тоже пока сигнала тенденция больше в нижнем вверх но вот это пожаре которое происходит мне не сильно нравится поэтому лучше подождать так а вот как то о чем тоже говорил на прошлом нашем эфире что тенденции видите у нас хотя сильно вниз рисуется но вот как растет и пока не будет сильного сильного сигнала на продажу наш алфа пока ничего аудио на все в флоте out of the day во флоте кат франк во флоте как я на то же самое франк и на та же самая картина евро а вот мы сидим сделки тенденция больше вверх чем из видим и сейчас находится таком широком флоте поэтому подждем когда наконец-то выстрелим и пойдем далее вверх так евро к тоже пока флот пока ничего интересного так евро франк очень круто упал и также очень круто вырос тоже пока ждем пока какие-то сигналов хороших сожалению нет евро фунт ждем евро и иена то же самое ждем евро и заберем ничего особого нет тут я как раз говорит что евро тогда можно было покупать я честно говоря не успел зайти в делку надеюсь что вы зашли сами вот по силам который отрисовывался еще на прошлой неделе фунт а вот пока мы в сделке тоже если будет партия доливать потому что тенденции есть куда расти есть куда лететь вверх поэтому ждем фунт канада пока ни о чем фунт франк пока ни о чем фунт иена то же самое фунт нзд вот это все с торговками не сильно нравится поэтому ждем нздк то же самое доллар рубль тенденция вверх нас как шла так не идет я думаю что его грубо еще мы видим легко 73 или 75 рублей за один доллар может даже и больше так поздно тут позволит у тенденция больше вверх чем низ но пока тоже есть смысл и не заходите особо не вижу так как заработка именно экономические выгоды как такового в нем нет по биткоину пока будет находиться во флете пока не пробьем уровень 10000 так платину пропускаем и нас так если 500 тенденция я собственно говоря пока вверх но я бы дождался окончании сезонной отчетности и потом уже заходил в сделке ну и smp 500 та же самая картина тенденция больше наверх но тоже лучше дождаться окончании сезона отчетности и тогда уже заходить в сделку что самое из такого интересного это не до страха видите находится долго в этом широком флете если сейчас будет падение на фондовом рынке то на случай на не досочек рванет наверх пока я бы не заходил него лучше дождаться пусть будет падение пусть рванет она наверх и потом его продать потому что всем у моменте боимся но потом со временем это страх падает поэтому даже если фондовое и досо будут падать это не означает что викс будет растение это не означает что страха будет на рынке больше просто люди смирятся с тем что и smp 500 будет должен стоить там словно не 3000 2000 и собственно страх упадет поэтому лучше именно викс продавать когда он рванул наверх и и заходить на то что страх будет снижаться вот поэтому пока ждем пока тоже сигналов собственно 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 что у нас там да по балансе хотел показать 9800 долларов на данный момент у нас на балансе это практически 100 процентов заработано за когда мы начали февраля месяца то из-за привода 100 процентов по депозиту что принципе очень даже неплохо при том что сделать у нас не было так много и практически каждое сделано закрывалась в плюсе вот вроде одна благодарна небольшом минусе которые мы задали даже без убытки вот поэтому вот именно такая торговля называется правильная осознанная торговля которые надо стремиться которые надо учиться и не постоянно лезть сделку просто ради того чтобы чтобы быть сделки собственно на этом не все успехом по больших профитах торгуете инвестируйте зарабатывайте подписывайтесь на канал делитесь этим видео друзьями ставьте лайки если вам было полезно и будьте успешны